Сущность, говорит, некоторых людей является таковой, что как будто бы из знаний абсолютно ничего не осталось, что можно приобрести, кроме как вот сейчас ковыряться в каких-то сомнительных вещах. Он не ищет, не изучает сунну. Он не приобретает знания, на котором были первые поколения предшественников. Нет, вот он ищет какие-то проблемные вопросы. Вот в этом он спец. Подобно, говорит, некоторым насекомым, которые садятся только на скверну. Есть люди, которые вошли в историю, но вошли, как бы претерпевая усталость и сложности, зашли через двери искренности. Как имам Бухари, имам Муслим. Как сейчас, допустим, шейх Аль-Аль-Бани. Субханаллах, шейх Аль-Аль-Бани зашел в историю вместе с первыми из числа мухаддисов. Да, и только после мухаддисов умерли. Нет, вместе с тем, что вот это поколение мухаддисов уже давно ушло. Как будто бы они открыли дверь для одного шейха Аль-Аль-Бани, впустили его к себе в историю и закрыли за ним дверь. Так и получается, говорит. Почему? Мы благодарим Аллаху, чтобы он был мухлист и муштахит. Аллаху ведомо лучше, но в чем причина? Он был искренен и старался. Но некоторые люди сегодня не могут стараться, не могут проявить старания. Сложно им это? Что же они делают тогда? Ищут что-то, посредством чего можно быстрый пиар, быстро возвыситься. Однажды человек какой-то пришел хадж. Чтобы его все узнали, что решил сделать. Прославиться, чтобы. Что сделал? Начал мочиться в замзам. Чтобы узнали его люди. Поэтому ты, брат, должен следовать путем саляфов. Не спрашивай, не ищи те вещи, о которых не спрашивали с подвижники, да будет доволен имя Аллах. Некоторые люди, у них специализации, они очень хорошо знают сомнения. Распространяют сомнения. Всякие заблуждения распространяют. Как будто бы у него других дел, кроме этого, нет. Я говорю, ты знаешь, что есть какой-то достоверный хадис, что нельзя кляться кем-либо кроме Аллаха? Что за хадис? Если ты прислушаешься к нему, то есть скажешь, что есть хадис, что можно клясться кем-либо кроме Аллаха, если ты к нему прислушаешься, это будет великая ошибка с твоей стороны. Пророк, саламу, от этого предостерегал, сказал, не слушай, уши закрой. А на сегодняшний день люди говорят, слушают и рафидитов, и тех, кто ругает сахабов, и так далее, посредством этих средств массовой информации. Это разве знание? К этому призывал нас пророк, саламу, саламу. Почему мы не слушаем больших ученых, говорящих? Мы сегодня прислушаемся к людям, о которых мы даже в основе не знаем, мусульманин ли он вообще. Даже если он мусульманин, мы не знаем, что он является приобретающим знания. Даже если мы знаем, что он приобретающий знания, мы слушаем только ученых, а не просто лишь каждого приобретающего знания. Кто бы ни был, мы сразу прислушаемся к ним. Это проблема. Если ты заболеешь, допустим, ты обратишься к любому, кто рядом с тобой, чтобы он прописал тебе лечение? Конечно, конечно нет, говорят. А как же религии? Ты из гукла будешь черпать религию свою? Это очень опасная дверь. Потому что... Просто главный участок. Нет. be-слушник. Пока. Lak como у меня вкие столицы.